Ту-ту-ту-ту. Итак, дубль два. Дубль два. Ненавижу людей, которые не понимают с первого раза, когда сбрасывают трубку, что не надо звонить еще раз. Мне, видимо, кажется, что люди каких-то... Ага, я сегодня злая, капец. Я сегодня не так не очень добрая. Тут еще просто эти люди, которые бесят просто адски. Но мне кажется, ну, это же настолько элементарно, что если человек сбрасывает, то, ебта, блин, не надо звонить еще раз. Ну, почему это так тяжело для некоторых людей? Здравствуйте. Я забыла даже уже, про что я там отвечала, да, про что я рассказывала, поэтому давайте немножечко еще могу. Причем я не поняла, там он мне даже не предложил его, ну, как бы, функции скачать. Короче, еще Инстаграм что-то постоянно обновляет, и вообще ты не понимаешь, вообще абсолютно не понимаешь, что он от тебя хочет. Поэтому я не знаю, скачался он у меня, не скачался он у меня. Потом, если что, я залезу в архив, попытаюсь что-то вычленить оттуда, да, чтобы уж, ну, я не знаю, как-то не частями, да. Магний. Ха-ха, магний. Слушайте, у меня магний в таких дозировках хороших, что, поверьте мне, дело не в магнии. Дело в том, что просто я не всегда, ну, как бы, добрый и хороший человек. Нет, я всегда, конечно, добрый и хороший человек, но не всегда очень спокойный, поэтому очень милая. Ну, вот. Режим не беспокоит, поставьте, никакие оповещения, звонки не будут приходить. Спасибо. Ну, слушайте, я надеюсь, что в записи все-таки получится, да. Надеюсь, что получится в записи. Все-таки его... В любом случае, если я не смогу его скачать, чтобы залить на YouTube, я его просто залью в HDTV, потому что кнопочку «Залить в HDTV» я увидела. Поэтому, если что, это... Спасибо. Вот эта вот штука, которую я сегодня показывала в сторис, она прям вообще супер-классная. Мало того, что вся линейка с ментолом, и она супер-круто освежает голову, да, и мне даже не надо ее, это, мыть прям вот так часто, да, как раньше. Так, а какое средство самое классное рассасывает или вытягивает именно подкожные прищи шишки? Например, серная масля помогает, или ссылки с этой ссылкой точно. Слушайте, ну, это тоже индивидуально, да. Кто... кому-то помогает, например, комбинация энзимная пудра и какие-то кислотные продукты, где смесь... Ой, что-то я ногой дернула со злостью уже, видимо. Где смесь, например, салициловая кислота, гликолевая, миндальная, да. И то не факт, что вот то, что на одном стрельнет, поможет вам. Тут надо смотреть комплексом, да, то есть не оцинамит на утро, а гидрофильное масло хорошее, эндивные пудры и так далее. Так, мнение про тремей. Ну, как бы бюджетно просто ничего, ничего сверхъестественного. У вас только бесплатная информация, что тогда в курсе. Вот представьте себе, представьте себе, если тут много бесплатной информации, как многим кажется, ну, так действительно и есть, да, я согласна. Я проходила многие курсы от, скажем так, коллег по цеху, и мне все время хотелось спросить, где актуальность, где новизна, где... Это, знаете, когда я писала дипломные работы, там, магистрскую, меня все время спрашивали, это все хорошо, где новизна, где что-то новое, где то, чего еще не было, да. То есть, поэтому, на самом деле, для меня показателен тот факт, что люди, которые приходили ко мне на курс, например, там, на первую версию, приходили потом и на вторую, и на третью, потому что они понимали, что реально, если я что-то добавила, это стоящее. То есть, вот представьте себе, что вот все то, что я даю здесь в блоге, это, ну, если прям вот все-все-все-все-все прочитать, все-все-все изучить, это процентов 40-50 от того, что я даю на курсе. То есть, там мы затрагиваем, возможно, те же самые вопросы, что мы обсуждаем здесь, но более глубоко, с более новыми какими-то акцентами, деталями и так далее. Поэтому для меня также ценно, что люди, которые учились у меня, например, на SkinExpert, просто я еще программу не выложила на сам себе косметолог, и уже такое количество людей просто пришло, потому что они просто знали, что если я что-то делаю, то я всегда это делаю качественно. Это как бы, ну, вот не самореклама, но может и самореклама, я не знаю, у меня с этим вообще всегда большая беда. Я могу сказать, что как бы, ну, вот если я что-то делаю, то я стараюсь сделать так, чтобы человек заплатил деньги, пришел и понял, что он их не зря заплатил, то есть, чтобы действительно было за что. Поэтому вот так вот, если вам кажется, что здесь много, представьте, сколько будет там. Как найти грамотного дерматолога? Очень хороший вопрос. Отзывы. Спрашивать диплом, ну, как, в смысле, там, по диплому понимать, хороший он или нехороший. Хорошо, когда он у него есть. Да, медицинское образование, если вас интересует именно терматолог, оно обязательно должно быть. А дальше уже сарафанное радио, отзывы. Вы можете найти врача. Сейчас многие врачи-терматологи ведут свои странички в Инстаграм. Да, вы можете найти, подписаться и посмотреть, вообще откликается ли вам то, что человек, ну, как бы, несет в массы, да, то, что он говорит. Возможно, задать пару каких-то вопросов и понять, по его ответам, подходит вам его, скажем так, мировоззрение или нет. Кожа – медленный орган. Медленный? Я не знаю, про что вы говорите медленный. Я сказала мстительный. Немедленный, мстительный. Хочу к вам присоединяйтесь. Мы рады всем. Все вроде есть. И очищение циномита. Вот иногда подкожник, и не знаю, чем лечить, очень долго не проходит. Ну, надо искать свое средство. Свое какое-то точное, локальное. Но пока не переплачу, не перелопачу то, что есть, нет смысла же идти. Тут и да, и нет, потому что в любом случае я всегда подсказываю, я всегда отвечаю. Я говорю о том, что не нужно лопатить все, начиная с первого поста или первого видео на YouTube. Специально для того, чтобы подготовить человека к своему курсу, я сделала бесплатные вебинары. Если вы зайдете на YouTube, там есть вкладка вебинары, плейлист, и там сейчас 7 видео. Вот если вы посмотрите все эти 7 видео, поверьте мне, вы будете готовы воспринимать ту информацию, которую я буду давать. Не нужно сидеть и с 2018 года читать посты. Курс вообще офигенный, много всего нового и интересного. Ооо, прям бальзам на мое сердечко. Все обучающие продукты шикарны. Блин, спасибо, девчат. Вы моя, как говорится, мои люди всегда со мной. Для увлажнения в течение какой тонер или воду, перерекомендуйте его. Если вы имеете в виду в течение дня, то купите хороший крем, чтобы не возникало желания обрызгаться еще чем-то в течение дня. Купила курс по ретиноидам у другого эксперта. На бесплатном вебинаре Алисе получилось 100-500 раз больше. Но, да простят меня мои коллеги, которые многие страдают из-за этого. Но, ребята, это всегда стимул делать что-то новое, что-то более качественное и хорошее. Есть ли особенности сочетания крема с IGF, IGF, FGF и активов с сывороткой с неоциномидами и кислотами? На самом деле нет. Ну, просто, естественно, вы не наносите этот продукт прямо на кислотную сыворотку. Если вы используете кислоты, вы ждете примерно 10-15-20 минут, да, в зависимости от того, сколько там надо в вашей коже, чтобы буферы сработали и наносите. Что можете сказать про эссенцию с гликолевой кислотой 7% от COSRX? Для себопрофицентной кожи склонны к высыпанию, можно попробовать. Я думаю, что вам актуальнее немножко другие продукты, да, с салицилкой, аминдалькой, азилоинкой, не с гликолькой. Солнышко, спасибо. Спасибо. Тонер с розой от Ароматика. Можно перед неоциномидом или неоциномид лучше на сухую кожу после умывания? Можно и на сухую кожу, можно и на тонер. Пожалуйста, выбирайте сами, как вам комфортно. Я обычно неоциномид наношу на влажную кожу. Единственный момент с этим объемом, его когда слишком много, я не понимаю, как его в человеческий вид привести. Конечно, объем это всегда хорошо, это всегда приятно, но штуку эту покупала в первую очередь в надежде, что кожа головы не будет так быстро жениться. Это, конечно, реально работает. Ну, блин, три дня проходит, а у тебя все равно тут все дыбом стоит. Сегодня показывали средство для волос, можно поподробнее? Вот, я как раз про него и рассказываю, да, то есть я взяла, получается, попробовать шампунь-кодиционер и вот этот вот тритмент. Я не знаю, как правильно это назвать, потому что я выкладывала сегодня в сторис, там можно посмотреть, это сахерба. Написано тритмент. Вы нажимаете, он выдает такую пенку, жиденькую пенку. И вот эту жиденькую пенку вы на влажную голову, вот послушали полотенцем, да, и на влажную голову вот именно массируете в корни и в кожу головы. Еще раз, да, вся линейка содержит ментол. И ментол, он всегда хорошо успокаивает кожу, охлаждает ее, да. И если мы говорим про кожу головы, если у вас жирная кожа головы и вам необходимо мыть голову каждый день, такие продукты могут слегка отсрочить этот момент, да. То есть я раньше мыла голову через день, да, то есть первый день я ее помыла, все прекрасно, голова чистая, волосы рассыпчатые. На второй день я уже ходила с хвостом, но этот хвост абсолютно опрятный, аккуратный, да, и не видно, что там у меня почему-то голова грязная. Но мне все время приходилось на второй вечер мыть. Сейчас я мою на третий вечер. И при этом я мою просто потому, что, ну, я уже привыкла часто к маникологу, да, а не потому, что она какая-то супер грязная. Я, конечно, буду смотреть, как оно все будет себя вести на перспективу, но пока что мне прям нравится. Спасибо. Вот. Все, я немножко успокоилась. Надеюсь, и курьер меня простит, что я на него наручала. Вот, так вот. Джим, я еще не могу понять, какую посылку он мне привез, но встречаться с ним сейчас у меня не было никакого желания. Каква витамин С от Eliza Skin. Это такая густая замазка, что мне прям не зашло. На сухую выростную кожу, наверное, да, но не на мой тип, конечно. При коже склонный к сухости и акне, ретинол 0,35 реджу в уходе. Стоит ли Пор Солюшн иногда применять, чтобы воспаление быстрее проходили, который ретинол хлопает? Тяжело понять, что. Ну, в смысле, что вы можете использовать периодически Пор Солюшн, да. Не сталкивались с укрепляющими средствами для волос? Сейчас это очень актуальный вопрос. После кобеды очень сильно выпадают волосы. Нет, честно, не сталкивалась, потому что никогда не было, ну, как бы, необходимости, да. Поэтому не могу ничего сказать. У меня, ну, как бы, никак... Я, как мне кажется, я не знаю, болела я ковидом, не болела, да. То есть, но когда шла первая волна, как мне казалось, по всем симптомам он у меня был. Но это никак не отразилось на моих волосах, да. То есть, ни беременности, ни роды, ни ковид, ни, слава богу, да, слава генетике, оно никак, никогда, особо на моих волосах ничего не сказывалось. Поэтому этой темой никогда и не интересовалась, если честно. Мишка Форео. Мишка Форео классный, но он больше похож на лягушку какую-то, мне кажется. Циделла Блемиш Крим будет всегда... Белит всегда, может, и что-то не так делал. Но это может быть просто особенность самого продукта. Ну, вот он выбеливает, бывает. Надо смотреть состав. В чем вредны сульфаты в продуктах для волос? Ощущаете разницу ухода без сульфатного шампуни? Я вообще не считаю сульфаты вредными. Начнем с этого. Я считаю, что сульфаты имеют место быть. Особенно, если мы говорим про жирную кожу головы. У меня всегда есть шампунь, который содержит сульфаты. И раз в недельку я хорошенечко этим шампунем свои волосы промываю. То есть у меня нет вот этой вот боязни, сульфатофобии. Я не выискиваю продукты без сульфатов. Есть там они, ну и слава тебе, пожалуйста. Они меня вообще абсолютно никаким образом не трогают. Не проблема. Так, а сыворотку для девушки 63 не витамин С. А какая кожа у девочки? Какой бюджет у девочки? Что еще у девочки в уходе? Не могу вот так вот прям вот с пустого места назвать. Что бы рекомендовали тонкой комбикожи? Понять, что тонкая кожа, это, мне кажется, понятие, которое мы сами себе придумали. Да, то есть просто есть... Часто люди говорят, у меня тонкая кожа, когда подразумевают, что у меня чувствительная кожа. Что вы подразумеваете под понятием тонкая кожа? Ну, то есть что вы в это понятие вкладываете? Если вам хочется сделать ее более упругой, да, чуть более плотной по ощущению, то продукты с волюфилином, продукты с комбучкой. Сколько у вас ушло тюбиков Кристалл Ретиналь на сезон? Сколько за раз наносите? Я подозреваю, что вам наношу. Слушайте, я вообще не показатель. Я наношу всегда так много, что, мне кажется, дети в Африке плачут. И когда я моюсь, и когда я наношу что-то на лицо. Потому что я всегда наносила прям вот сюда горошину, сюда, сюда, сюда. И все это размазывала вот отсюда, вот досюда. У меня, я использовала два тюбика, но только потому, что у меня еще в уходе примерно 1508 ретинолов. Да, то есть, ну так вот, мне кажется, 2-3 тюбика на полгода как раз. Если в организме нет дефицитов, то и не будут выпадать волосы даже в ковид. Логично. Пробовали вы крем для глаз от Элайс? Не пробовала. Вот у Кати стояла, я и не попробовала. Так и не дошли мои руки. Сейчас ваш увлажняющий крем в это время года. В дневном уходе я сейчас использую зеленый крем от Элайсовский. Вполне, полностью меня устраивает. Как относитесь к бренду Мидипил? Прекрасно, хорошо, с теплотой и любовью. По поводу крема. В вечернем уходе, если у меня ретиноиды, то это медикейт интенс, черный, да, с ретинолитинатом. Если это кислоты, то я закрываю Мидер Цирка Найт. Ведь в Африке плачут, а мы ржем, все правильно. У меня вопрос. Почему обычные химозные шампуни работают более эффективно на мне, чем многие эко без силиконов и так далее? Может такое быть? Что значит лучше? Смотрите, эко без сульфатов, без силиконов и все такое прекрасное. Очень часто, к сожалению, как показывает практика, приводит к проблемам из кожи головы. Начиная с зуды, перхоти, сухости и все так далее. Хотя типа нет сульфатов. И вот тут тогда вопрос, да, в сульфатах ли все это было дело? Смотрите, если вы покупаете шампунь, там я не знаю, ну обычный понтин. Все мы раньше этим понтином мылись, и никто же там не облез, да? Шампуни там с сульфатами. Они хорошо промывают голову. Ну вот прям действительно хорошо. Дальше вы берете какой-нибудь кондей, а он с силиконами. Эти силиконы прекрасно приглаживают вам волосики. Вы их высушили феном и такие, вау, вау, гладкие, красивые, блестящие волосы у меня, и все прекрасно. И кожа головы чистая. Поэтому это я к чему? Не надо вот этой вот демонизации сульфатов. Сульфаты для кожи лица, да, не самый удачный выбор. Но если мы говорим про волосы, то бояться их там однозначно не нужно. Азелаиновый бустер от Полос Чойс. Можно закрывать кремом с ретиналем от Elize. Но не уверена, что это самая удачная комбинация. Наверное, все-таки, ну, не стоит. Если непрофессиональный крем, то не стоит использовать. Профессиональный, понятие профессиональный, это косметика, разработанная для профессионалов. То есть косметика разработана для косметологов, для того, чтобы на ней работать в косметическом кабинете. И, например, те же бренды, да, там, у которых есть профлинейка и домашняя линейка. Проф – это для профессионалов, для людей, которые работают в салоне. То есть это не значит, что она какая-то инопланетная. Это не значит, что эта косметика какая-то особая, потому что у нее есть какие-то особые качества. Нет, проф для профессионалов. То есть у них есть специальные протоколы, да, грубо говоря, процедура, там, я не знаю, звезда и пламя. Делай раз, два, три. Далее проходят какие-то обучающие мероприятия для тех людей, которые будут эту баночку брать и наносить. Поэтому проф – это не говорит о каком-то функционале продукта. Это просто говорит о том, кем этот продукт должен использоваться. Все. Поэтому, ну, у меня не проф кремы, но я ими пользуюсь. Да, Элайзов скин – это не проф косметика. Это косметевтика, да, то есть это хороший, качественный уход. Но это не проф, потому что они не делаются для косметологов. А, например, та же самая, там, не знаю, Кристина и Холли Лэд – это проф. Но вот этим профом я никогда в жизни свое лицо маска не буду. А, посоветуйте крем для глаз в помощь оптоза верхнего века. Кремы для глаз не работают с оптозом верхнего века. Блифоропластика работает. Усиливается ли эффект, если средство одной линейки в комплекте, тонер, сыворотка? Или можно сыворотку после любимого базового тонера, эффект будет тот же. Как показывает практика, в большинстве своем эффект будет тот же. CNP, Invisible Peeling Booster, какую сыворотку можно уложить на этот тонер? Класть можно любую. Это же просто тонер. Есть ли у вас сейчас какие-нибудь продукты, активы в хотелках? Вот честно, я листала все эти сайты, думала, так, надо сделать, наверное, какие-то корзины на Черную Пятницу. Я могу сказать, что вообще ни одной не сделала. Ничего не буду покупать. Я как-то все подраздала, и у меня вот осталось все, что мне надо, и как-то что мне идет, и хорошо идет, и ничего нового. Правда, пока не хочу. Я не говорю, что я прям не буду больше никогда косметику заказывать. Но если вдруг что-то появится интересное, я закажу. А так вот, чтобы просто заказать, наверное, нет. Медель Цирканайк используется на регулярной основе, как ночной крем. Ну, получается как? Я все-таки 5 раз в неделю использую ретиноиды, а Цирканайк у меня идет после кислот. Поэтому, получается, 2 раза в неделю я его использую. Начала использовать тоник с гликолевой кислотой 7% полезли болючие прыщи. Это нормально? Нет, это не нормально. К сожалению, на гликолевую кислоту очень часто такое бывает. Итак, ну что, мы с вами уже на второй час пошли. Если вопросики есть, то давайте я на них поотвечаю. Если нет, то, наверное, я пойду поработаю. А то вебинар сам себя не напишет. Кстати, по поводу вебинара. Завтра у нас будет бесплатный вебинар по разбору косметики с Леной Захаревич. Будем мы разбирать продукты с ретиноидами. Поэтому не пропустите. Почему вы против чистки в домашних условиях? Я не то, что в домашних условиях. Я вообще не вижу смысла в чистке. То есть я человек, у которого есть склоны к забиванию пор. Я не хожу на чистки. Я не вижу в них смысла. Если у вас качественный, хороший уход, то чистка вам не понадобится. Чистка – это просто устранение уже последствий. То есть вы можете ходить бесконечно на чистку, но если вы ничего не предпримете, вы так и будете ходить и платить себе денежки за чистку. А еще куперос себе можете начистить и в подарок. Сыворотку Мани с неоциномидом и витамином С наносить в первой половине дня. Да, актуальна и в первой половине дня. Какой ретиналь вам нравится больше? От Медик или Лайс? От Медик. Холли Лэн почему не нравится вам? Почему он тоже мне нравится? Ну то есть что в них такого, что может понравиться? Мне кажется, вот лет 15-20 назад, да, это было интересно, это было актуально. А сейчас же, ну это мне кажется, уже просто таким нафталином попахивает, что там нет тех активов, которые бы мне нравились. А есть составы, которые я смотрю и думаю, так господи, серьезно, до сих пор там вы это используете? Зачем? Ну просто зачем? Вебинар будет проходить на платформе Кликмитинг. Я скину ссылочку в сториз, но, еще раз, да, там не больше 50 человек онлайн, поэтому успеваем, да, успеваем. Как понять, что именно очищающие средства забивают поры? Ну если вы, грубо говоря, у вас выжили прекрасно, вы ввели новый очищающий продукт и у вас начали забиваться поры, ну, ответ очевиден. Осталось совершенно по-другому смотреть на уход и косметику. О, я рада. Я рада, что есть люди, которые действительно подчеркивают какую-то положительную нотку в том, что я делаю. Вот так вот. Ну что ж, буду я тогда с вами прощаться. Нет, не буду, видимо, я еще прощаться. Почему на крем Анна Шарова с пептидами пошло покраснение кожи? Не могу ответить, правда. Почему конкретно у вас пошло раздражение? Я даже не знакома с этим кремом, поэтому, к сожалению, не могу это сказать. Поскольку будет вебинар? Вебинар будет, если я не ошибаюсь, в 15 часов по Москве. Я обязательно сегодня выложу анонс, и вы не пропустите однозначно. Так, на Черную Пятницу, как я сказала, уже ничего не буду покупать. Пользуюсь трижды в неделю Кристалл Ретиналь 10, но все равно хочется периодически кислотный пилинг. Если кожа привыкшая к этим активам, можно ли, разбивая по дням, использовать активы? Можно. Как вам бренд Кассир? Простой, обычный, типа Тремея того же самого, да? То есть, ну, как база, почему нет? Просто базовая база, без волшебства, там, очистить, увлажнить немножечко. Ну, то есть, это не то, что, там, как-то действительно способно структурно повлиять. Да, вебинар будет завтра, я уже передала Лене все составы, которые мы будем разбирать, поэтому готовимся. Крем для глаз, Элайс, не пробовала, в теории очень классно, но я говорю, я тот человек, который не может заставить себя, в принципе, у меня лежат кремы для глаз, и дорогие, и недорогие, я просто не могу себя заставить ими пользоваться. То есть, это тот момент, когда ты смотришь в зеркало, ты понимаешь, что тебе комфортно, у тебя там нету никаких морщин, нету сухости, и я не, вот, ну, как бы, они у меня лежат, но я ими не пользуюсь, этими кремами для глаз. Ну, то есть, ну, вообще, ну, никак. Пока что, я говорю, пока что кремы для глаз, и я, мы немножечко в разных этих. Что будете разбирать на вебинаре? Да, мы будем разбирать ретиноиды, будем разбирать продукты с ретиноидами. Это вот как раз-таки завершающий этап нашей ретиноиды эпопеи, да, то есть, поста написано, вебинар проведен, сейчас мы еще шлифаем это все разбором составов, и тему ретиноидов мы с вами закончим. Почему Кейт Саммервилл такой дорогой, ваше мнение? Не знаю, я с брендом не знакома, поэтому тяжело судить. Пробовали 30% пилинг с Айхер? Пробовала. Сухость, раздражение, а эффект такой же, как и от более мягких аналогов. Есть у Инстанейчерл, у них есть тоже пилинг Ликолева с 10%. Вообще прекрасный, мягкий, комфортный, и эффект от него, поверьте, мне будет намного более комфортный и приятный, нежели от этого 30% пилинга. Поэтому больше не значит лучше, да, то есть не надо. Ссылка на регистрацию, смотрите, я поняла, там можно сделать так, что заранее регистрироваться не нужно, то есть я просто скину ссылочку на вебинар, да, то есть ближе к началу, и все, кто будет проходить по этой ссылке, будут попадать в комнату с вебинаром. Просто, еще раз, максимальное количество человек за раз онлайн 50, да, и вот первые 50, которые попадают, они смотрят, грубо говоря, онлайн. Если кто-то отваливается, да, новые подключаются. Естественно, запись сохранится, все сохранится, я обязательно и запись залью на YouTube презентацию, не переживайте. Пробовали ретинолы 2, сахер, не пробовала. А ретиноиды больше я не рекомендую в сториз. Почему? Потому что я, блин, прокорячилась с этим вебинаром хреновую тучу времени, с этими подборками. Так что не ленитесь, давайте вы сами посмотрите вебинар и вынесите оттуда, грубо говоря, итог. Потому что некоторые очень, так знаете, по-хитро выдуманному делают из серии. Я им говорю, посмотрели мой вебинар? Я посмотрела, но ничего не поняла, поэтому вы мне выберите. Давайте так вот, если хотите, чтобы я его выбрала, приходите на консультацию. Я вот вам все выберу, пришу вокруг вас, все расскажу. Но, я не знаю, в качестве благодарности к тому, что я делаю бесплатно, пожалуйста, потратите свое время, посмотрите вебинар, посмотрите подборки и примите решение сами. То есть, очень часто тоже сталкиваюсь с этой проблемой, я не могу выбрать, вот у меня два варианта, я говорю, расписываю, окей, вот этот, это, вот это то. Но я не могу выбрать, какое мне выбрать? Я за вас никогда решение принимать не буду. Это медвежья услуга. Во-первых, в первую очередь мне, потому что, если вам не подойдет вариант, крайне окажусь я. Поэтому я за вас принимать решение не буду. Может ли поначалу сыпать от Тиамбэ-3? Ну, иногда бывает такая, да, реакция на неотсаномить, но достаточно редко. Завтра будете разбирать по видам ретиноиды, по силе, по составу? Нет, по силе, по видам и так далее, мы это уже все давно разобрали, это все есть на YouTube. Завтра мы просто разбираем состав продуктов, что мы можем там увидеть помимо ретиноидов. То есть я на вебинаре вам показала, где ретиноиды, что они делают, как они обозначаются и так далее. Лена будет вам рассказывать о том, что в принципе ждать от этого продукта, исходя из его базы, дополнительных компонентов. То есть, поэтому первоначально посмотрите, пожалуйста, тот вебинар, который есть сейчас на YouTube, я скину эту stories, чтобы вы могли ориентироваться теми того, о чем мы будем говорить с вами завтра. А 30% у меня был ожог. Но, естественно, девочки, это все-таки не игрушки. Во сколько будет вебинар? В 15.00 по Москве, 3 часа дня по Москве, 15.00. Я сейчас все скину в stories. Все вы увидите и все посмотрите. Если покраснение кожи от крема, можно использовать крем овеновлажняющий. Наверное, ну, можно, я не знаю, но я не видела его состав. Но я думаю, что там все очень базово, просто и комфортно должно быть в теории. Все. Прощаюсь с вами. До завтра. Завтра мы встречаемся уже вместе с Леной, с вами и ковыряемся в составах. Поэтому у нас там всегда весело, интересно и очень часто можно услышать много новой информации, даже иногда не связанной с темой нашего вебинара. Поэтому однозначно приглашаю. Я в stories сейчас все-все-все распишу, покажу, что посмотреть, где найти и так далее. В общем, всем спасибо, кто выдержал в моей компании. Увидимся. Я думаю, что мы еще с вами в этом месяце однозначно. Обычно, если я начинаю вести прямые эфиры, потом меня не остановить. Вот до декабря, пока я не уехала в Москву, я однозначно буду вам все проводить. Чао. Продолжение следует...